Следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на этом видео наберется 1000 лайков, поэтому ставь лайк и продолжай смотреть видео. Привет ребят, меня зовут Рисман и сегодня мы с вами продолжаем строить наш замечательный зоогород, или иными словами зоопарк в Майнкрафте. Уже я не знаю какая по счету серия нашего цикла, но сегодня я решил по вашим многочисленным, просто сотне было просьб о том добавить крокодила в наш зоогород. Ну что ж, я решил все-таки наконец-то его добавить и эти множество комментариев вы сейчас видите на экране, поэтому если вы хотите тоже попасть в мои видео, обязательно пишите комментарии под моими видео, кого еще добавить в зоогород. И просите друзей поставить лайки на ваши комментарии, потому что чем больше лайков у вас на комментарии, тем выше шансы попасть в мои видео. Ну что ж, давайте-ка скорее начнем, я в общем-то уже приготовил нам два крокодила, сейчас мы будем с вами крокодить и для начала мы наверное просто разберемся, что это за крокодилы, что они из себя представляют и какие они в общем-то в Майнкрафте. Так, значит у нас два крокодила, один от мода Мокричерс, другой от мода Зава мод, и как вы видите они отличаются немножечко, потому что один яйцо призывания просто с мордой крокодила, а другое классическое яйцо призывания Майнкрафта. Вот, давайте наверное их заспауним сразу две штуки. Так, значит это у нас вот индийский Гориал, это не совсем крокодил, это что-то подобное крокодила, типа аллигатора. Он у нас гораздо активнее крокодила из Мокричерс, если честно крокодил Мокричерс мне больше нравится по причине того, что он хотя бы выглядит похожим более на крокодила, потому что эта ящерица уже куда-то свалила. Да, она свалила уже, и как вы видите она, ну не особо-то похожа на крокодила, ну посмотрите, ну блин, графика если честно мне не очень нравится, ну глаза да у него покруче, вот. А все в остальном ужасно все сделано. Вот крокодила из Мокричерс гораздо-гораздо эффектнее выглядит. Давайте спауним их несколько, что-то они все какие-то маленькие, это нормально, да, наверное? Они по-моему больше и не бывают. Так, значит спауняются они у нас либо большого, либо маленького размера. Они достаточно агрессивны к игроку, особенно если голодные, поэтому лучше с ними не ссориться, я вам не советую. Давайте, наверное, попробуем все-таки сразиться с ними, посмотрим, что же из них выпадет нам, и посмотрим, насколько они сильны будут против нас. Так, оденем алмазную броню, выключим, возьмем золотых ямлочек на всякий случай. А, у нас крокодилы начали друг друга жрать, гляньте. Вот, значит крокодилы перекрокодилили, теперь начинают крокодить друг друга, как мы видим. Так, и крокодилы из Мокричард сожрали крокодилы из другого мода, они оказались гораздо сильнее. Блин, это прям какой-то рестлинг в Майнкрафте у нас получается. Кстати, напишите в комментариях, как бы вы отнеслись к рестлингу животных в Майнкрафте, я думаю, прикольная будет идея. Так, ну и что ж, давайте все-таки сразимся с ними, я выключаю креатив, ставлю гейммод 0, и как видите, они меня не атакуют, они просто рычат на меня. Так, если я подойду, вот видите, пасть открывает, и как я только отхожу, он ее закрывает. Давайте еще раз подойдем, я подошел. Так, ну, 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 а ну, 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 ты будешь меня хавать? Нет, он меня не трогает, офигеть, я его убил с двух ударов. Блин, они меня не трогают? Странно, а если я поставлю сложность на легкую? А если на нормальную? Нет, он меня не трогает, офигеть, они меня не трогают, что? Крокодилы в Мокричард снеагрессивные? Странно, там была куча других мобов, которые реально меня были готовы сожрать и убить, а крокодилы меня не трогают? Вот, но это просто нонсенс, ребят, поэтому пошел дождь, нет, не поэтому пошел дождь, так, давайте его выключим. Вот, это на самом деле не очень круто, я бы хотел, чтобы они были поагрессивнее, чтобы они рычали на меня, нападали на меня, и это не круто. Давайте, наверное, попробуем заспаунить ему кролика и посмотрим, как он будет сражаться с кроликом. Так, кролик, вот, кролик. Посмотрим, будет ли он у нас жрать кролика, мы выкопаем небольшой загончик для нашего крокодильчика и заспауним туда крокодила и кролика. И посмотрим, как они будут друг с другом себя вести. Это, конечно, то еще живодерство. Ага, у нас крокодил сразу застрял один. Так, ну, давай, жри кролика, пожалуйста. Ты же голодный, чувак, нет? Нет, к сожалению, он что-то не голодный. А, нет, по-моему, началось что-то, нет? Нет, ничего не началось, к сожалению. И что-то кролика они особо-то и не жрут. Блин, бедный кролик, смотрите, как ему страшно. Так, а если... А, вот меня теперь жрет! Большой крокодил, походу, меня сожрал. Значит, это у нас крокодил-детеныш, он нас не трогает, а большой аллигатор, вот этот вот крокодил, начинает меня уже, конечно, атаковать. Так, ну, оставим вас наедине с кроликом. Возможно, в один из следующих видео прилечу и посмотрю, что с ним станет. Может быть, его все-таки сожрут. Ладно, давайте, наверное, займемся обустройством вольера для наших крокодилов. Будем использовать, в принципе, так же... Нет, давайте, наверное, мы будем с вами использовать достаточно маленький вольерчик для того, чтобы крокодилу... Крокодилу, в принципе, много места не надо. Ему главное так, знаете, чтобы там у него еда плавала и все, ему зашибись будет в этой жизни все. Так, делаем копии. Так, я сказал копии. И теперь мы отражаем это Rotate 180. И вставляем вот здесь. Здесь у нас будут вторые вольеры уже. Пока что я иду по теплолюбивым животным. Паст. Ой, не то, не то, не то. Анда 1. Нет, я не так поставил как-то его. Как-то, короче, я не так его поставил. Блин, мне надо, знаете, что, наверное, сделать вот так просто. Вот так просто сделать. Написать здесь копии. И туда просто прилететь и поставить. Один фиг от перестановки мест слагаемых суммы не меняется. Вот это вот мои познания со школы еще остались. Я хоть что-то еще помню. Так, и сейчас мы сделаем так. Так, Expand 5. Волс. Волс 43. Реплейс 2 на 0. И 3 на 0. Все, отлично. И здесь у нас с вами будет уже наше крокодилье логово. Сет 2 ставим. Вот такое вот у нас будет здесь болото. Здесь мы с вами его сейчас сделаем. И здесь будут обитать наши с вами крокодилы. Вот. Блин, я не знаю, наверное, оставить таким или сделать побольше вольер. Потому что это все-таки крокодильчик большой, достаточно животное. Ладно, давайте, наверное, мы сделаем с вами большим его. Просто побольше. Добавим вот сюда. Вот знаете мы что сделаем? Мы вот так сделаем. Вот так сделаем. А вот так вот. Вот так вот. Expand 4. И мы скопируем его вот так копия. И здесь добавим немножечко. Вот такой вот у нас будет вольер для крокодилов. Он будет тоже двойной, тоже большой. Потому что крокодилам, я думаю, не очень удобно будет в маленьком вольере жить. И не очень комфортно, не очень уютно. И поэтому мы сделаем побольше немножечко. Так, давайте, наверное, мы землю поднимем так же на уровень, как и у всех остальных животных. Мы поставим вот так вот. И вот так вот. Вот. Раз, два, что-то я ничего не вижу. Да, три. Все, три блока. Теперь мы все это дело заделываем травой. Сет два. Так, и теперь мы можем здесь с вами заделать какое-нибудь болото. Здесь мы сделаем его достаточно большим. Мы сделаем посередине просто такой вот немножечко неправильной формы озера какой-нибудь, чтобы они здесь у нас все обитали. Вот, потому что это у нас крокодилы. Они достаточно водолюбивые существа. И нам придется им организовать соответствующую среду обитания. Так, все. Вот такое вот у нас получается здесь будет болото. Возьмем здесь песочек. Где у нас песок? Песок. Ну, нужен песок. С одной стороны у нас будет песчаный пляж, с другой стороны у нас будет пляж из-под зола. Да, вот шикарно, я думаю. Так, вот наш песок. И мы оставим, знаете что? Вот здесь вот у нас все будет с под зола. Вот здесь вот у нас будет песок, 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 песок. А вот там все у нас будет с той стороны из-под зола. Да, я думаю это будет очень классно и очень даже прикольно получится у нас. Так, и под водой тоже можно сделать здесь под зол, потому что это вот, знаете, такое у нас будет соответствующая классификация нашего биома. Так, и давайте мы сделаем вот так вот Вот так вот И вот так вот И replace Это какой ID? Replace 2 на 3 дробь 2 Что-то я неправильно ввел А, вот, replace Все, шикарно Вот так вот у нас будет здесь все Песочек как раз нам не даст под золу распространиться И все очень-очень даже круто Теперь это все дело мы заполним с вами водой Replace 0 water И так, возьмем, 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 возьмем Возьмем костную пыль Костная пыль Костная пыль Засадим здесь немножечко вот так И посадим одно дерево Дерево сюда будет очень-очень в тему Мы посадим с вами, наверное, знаете, какое-нибудь тропическое дерево Да, тропическое дерево Или вот темный дуб Темный дуб сюда, мне кажется, пойдет Засадим здесь темный дуб Давай, вырастай, чувак, вырастай, чувак Не хочет вырастать наш темный дуб Давайте его здесь посадим подальше от всего И, пожалуйста, вырасти Нет, не хочет вырастать у нас наш темный дуб Слишком он какой-то светлый, походу Что не хочет вырастать Так, нет, все, к сожалению, дуб у нас не вырастает Поэтому мы с вами, наверное, посадим обычное дерево здесь Или нет, давайте тропическое дерево Саженец тропического дерева И его здесь посадим Вот, отлично, вот такое вот у нас будет здесь дерево Прямо посередине, блин, нелепо очень выглядит, на самом деле Вот, и... Так, и здесь мы где-нибудь с вами кинем Бревно какое-нибудь, вот, типа-типа Что у нас лежит здесь бревно, вот так вот Вот, вот Вот так, вот так вот Пусть здесь у нас лежит бревно какое-то Типа упавшее дерево Здесь у нас тоже будет вот так вот пенек стоять Все, я думаю, сделано все четко И крокодильчикам нашим понравится Еще можно для приличия взять и кувшинок Сюда посадить Так, берем кувшиночку и сажаем ее Так, оп, и вот здесь вот куда-нибудь Оп, все Ну что ж, ребят, наш вольер для крокодилов Практически готов Осталось их просто сюда запустить Мы, наверное, будем использовать крокодилов из Мокритерса Потому что они мне больше нравятся Засадим здесь два крокодила И я считаю, что это достаточно оптимальное количество Ну а теперь мы с вами просто-напросто поменяем биом здесь на тропический Потому что они живут достаточно на тропических климатических условиях И поэтому это будет здесь оптимально Ставим сет биом Джангл Все отлично Теперь нам необходимо просто перезайти в наш зоогород И мы увидим, что наш биом сменился И все сделано потрясающе Так Ну что ж, да Как мы видим, биом сменился И все реально очень-очень круто Ну что ж, ребят, на этом все Вот такие вот замечательные крокодилы в нашем зоопарке в Майнкрафте Кому понравилось это видео, обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал И, конечно же, пишите комментарии, чтобы попасть в мои видео Ну а с вами был я, Рисман Всем удачи, всем пока-пока